В гостях директор антидопингового агентства Беларуси Денис Мужжухин. Добрый день. Добрый вечер. Ну, ситуация творится такая парадоксальная, наверное. Беларусь за чистоту спорта? Ну, я думаю, не только Беларусь за чистоту спорта. Конвенция международной о борьбе с допингом в спорте присоединилась в 182 страны. И поэтому они уже на государственном уровне признали борьбу с допингом государственной проблемой. Федерацию отстранить, чемпионаты мира перенести. Таков промежуточный итог этого грандиозного скандала с допингом. Происходит вообще, говоря своими словами, черти что. Договорились до того, Денис Александрович, подключайтесь к нашей беседе, что могут исключить саму легкую атлетику из программы Олимпийских игр. Российских атлетов якобы уже исключили. В чем вообще сыр-бор? Почему такие нападки именно на российскую сторону? Чего ждать от доклада второй части этого грандиозного скандала? Ваше мнение по поводу всего вот этого вот сыр-бора? Ну, наверное, правильно вы сказали. Скандал, и не совсем он играет хорошо на имидж спорта. В первую очередь российского спорта. Самое главное, это те махинации, которые в отчете представлены, они показаны, носящие системный характер. Почему не отстраняют конкретного спортсмена, почему не отстраняют от участия конкретного тренера или должностное лицо, что, в принципе, Всемирным антидопинговым кодексом и предусмотрено. А показано то, что все эти проблемы, которые возникли сейчас, они носят системный характер. А события в России могут как-то белорусских спортсменов затронуть? Да, это насущный вопрос, который, конечно же, нас очень сильно интересует. Как могут как-то пострадать наши атлеты от этого? Ну, как наши атлеты? Слава Богу, у нас таких проблем нет. Единственное, что мы можем пострадать, это мы использовали же аккредитованную лабораторию в Москве. И здесь у нас определенные сложности возникли, потому что ввели запрет на использование. И мы сейчас переориентируемся на другую лабораторию. Естественно, мы выстраиваем новую логистику. У нас было более удобно таможенное пространство одно. Только в этом проблема. А так, все вопросы в нашей лёгкой атлетике, слава Богу, с приходом нового председателя Федерации, Владимир Анатольевич очень большое внимание этой проблеме уделяет. И, в принципе, у нас с ним уже проработан план мероприятий, совместных действий. И очень отрадно, что он очень активно в эту работу увлекается. Я думаю, что сказать, что нас это ждет, что-то подобное, наверное, не стоит. Денис Александрович, ну слово допинг мы употребляем все, оно на слуху. Но я уверена, что не каждый знает, что же такое допинг на самом деле. А как можно простыми словами объяснить это? К сожалению, допинг в понимании это или какая-то пилюля, таблетка. Допинг – это нарушение антидопинговых правил, которое состоит из 10 нарушений. То есть само наличие запрещенного препарата или его метаболита, или его маркера – это одно из нарушений. То же самое будет являться допингом, если спортсмен уклонился от сдачи пробы. Это тоже является допингом. То есть это нарушение правил. То есть здесь вот такая терминология. Всего их 10. Наиболее распространено, конечно, это наличие препарата или метаболита, в основном метаболита, потому что препарат не может быть в чистом виде. На втором, наверное, месте, это также одно из важных, это нарушение местонахождения. Все мы знаем, что спортсмены обязаны, которые включены в пул тестирования Международной Федерации или национальный пул тестирования, указывать свое местонахождение. То есть одним из тоже факторов, который является допингом, это три пропущенных теста. Если ты указываешь, что ты должен быть в гостинице или дома, а тебя в это время нет, и за час ты не появился, то это считается нарушением. А есть какие-то уважительные причины, скажем, был на работе? Нет, конечно, они рассматриваются, нет, ну на работе. Все знают, что это... Я уехал в командировку. Нет, ну, ты же знал, что эта командировка у тебя плановая. Вот может быть, например, экстренная медицинская помощь, что, ну, какое-то отравление острое. Он со сборов в стайках уехал в город Минск для оказания какой-то экстренной помощи. Конечно, эти причины будут фиксироваться, и они будут приниматься, это не будет являться нарушением. А как вы считаете, эти правила не слишком ли жесткие? Все-таки спортсмен должен постоянно рассказывать о месте своего нахождения. Это же вторжение в личную жизнь, в личное пространство. Да. Здесь дискуссии, они не на вы, они... и Совет Европы защищает права человека, и у них, у ВАДа не так, что у них... Введение этих требований просто захотели и ввели. Идут широкие дискуссии, и защита прав человека, она все-таки имеет место быть, но вот этот право спортсменов, защита права спортсменов участвовать в соревнованиях свободных от допинга, она превалировала в данном случае. В любом случае, информация о местонахождении, она является конфиденциальной, разглашению не подлежит, и сторонние лица ее узнать не могут. Конечно, в определенной мере это какое-то неудобство, это вмешательство, но, с другой стороны, это те правила, которые спортсмен принимает, как правило участия в соревнованиях. То есть это правила игры. Может быть, разрешить спортсмену употреблять все, что можно, легализовать допинг, и тогда все будут равные права? Ну, навряд ли тогда будут равные права. Мы забываем об олимпийской хартии, мы забываем, говоря такие слова, забываем о принципе спорта, где его основная составляющая – это дух спорта, где совершенствование человека развивается путем развития собственных талантов, собственными усилиями. И те этические принципы, которые заложены в том числе и путем в спорте – это этика справедливости, честь, здоровье, уважение закона, уважение к сопернику. Они вот как бы сразу, если вдуматься, они диссонируют с понятием применения запрещенных препаратов. И что хотелось бы отметить, вот, естественно, всех интересуют пострадавшие спортсмены, но мы забываем, что основное это направление борьбы идет на тех спортсменов, которые не употребляют. Мы должны их права защитить. Ведь ни у кого не вызывает сомнений, что госавтоинспекция нужна, да? Вроде как их и не любят, такой проведу параллель, да? Но я, например, двигаясь на машине, должен быть уверен, что за рулем адекватный водитель, что у него с машиной все в порядке. В первую очередь, на добросовестных спортсменов ориентирована вся эта работа. Денис Александрович, скажите, пожалуйста, я слышала такое мнение спортсменов, что допинг может быть способом сведения счетов между конкурентами. То есть спортсмены идут в столовую, им конкуренты подсыпают какой-то запрещенный препарат, а ваши специалисты его находят. Может такое быть? Ну, конечно, это допускать не надо, и мы спортсменов учим быть внимательными, предельно осторожными. Провокации и нечестных спортсменов, к сожалению, исключать из нашей жизни нельзя. И поэтому учим, если бутылочку открыл, то или держи ее в руках, или в поле зрения. Оставляйте ее на столе, я пошел потом еще. Что-то покушать взять. Все западные спортсмены уже давно приучены. Они с подносиками в этой столовой ходят, из рук не выпускают. Уже стараемся это и нашим спортсменам приучать. Когда оставил, пошел там, хлеб забыл, вилку забыл. Такие моменты надо исключать. И я думаю, ничего сложного нет. Мы на эти вещи обращаем внимание. Ну, а подсыпал, не подсыпал. Ну, конечно, надо лучше предотвратить, чем потом давать какие-то объяснения и так далее. А как вы относитесь к такому варианту введения уголовной ответственности за употребление допинга? Об этом уже много говорится, и не только в нашей стране. Ну, есть ряд стран, где эта уголовная ответственность имеет место быть. Я хочу сказать, что мы тоже к этому много проделали уже на этом пути. И уже у нас проект нормативного акта есть. Мы будем вносить изменения и в уголовный кодекс, и в административный. Эта процедура уже запущена. Но не за факт сам употребления. В первую очередь нас что интересует? Это уголовная ответственность должна наступать, когда благодаря твоим действиям, так скажем, в кавычках, нанесен вред здоровью или особенно это касается несовершеннолетних детей. То есть уголовная ответственность, в первую очередь, мы направили на самый опасный запрещенный препарат для здоровья, это анаболические стероиды. Мы предусматриваем здесь ограничение его оборота. Также этот вопрос уже проработан и на высокой стадии готовности. А также введение уголовной и административной ответственности именно за побуждение, за склонение несовершеннолетнего. Вот здесь надо искать первопричину. Спортсмен сам по себе единично инициативу проявляет употребление. Естественно, это работа тренеров, персонала, от которых зависит зарплата и так далее. Естественно, здесь мы ужесточаем. И я думаю, что вот первый шаг, который именно позволит пресечь противоправные действия в отношении, в первую очередь, я говорю, несовершеннолетние нас интересуют, когда вот это влияние тренера, оно оказывает губительное последствие для организма молодого человека. Денис Александрович, а возможно ли ошибка лаборатории при проведении допинг-теста? Ну, как вот нам показали сюжет, было же доказано, это ошибка в Пекине, и Девятовскому, и Тихону вернули медали. Поэтому, естественно, ошибки могут быть в любом деле. То есть, возможно, нужно бороться за правду? Да, возможно, нужно. Не ошибается тот, кто ничего не делает, как известно, да? Ну, у нас впереди ждет Олимпиада в следующем году. Очень ответственный старт, и я думаю, что у вашего агентства тоже это какое-то особое время, да? Что, как-то будет особенно контроль осуществляться за нашими спортсменами? Да, конечно. Конечно. Я предполагаю, что где-то, наверное, с февраля, с марта месяца нам будет направлено предложение представить свой план тестирования, чтобы скоординировать его совместно с планом тестирования ВАДА. И предолимпийский контроль, и все спортсмены, и тренера это знают и понимают, он только будет усиливаться. К этому надо быть готовым. Опять же, кроме как самого тестирования, пользуясь случаем спортсменов, обращая внимание на правильность заполнения местонахождения, о чем мы говорили выше, то есть это тоже будет ужесточаться и просматриваться. Поэтому, конечно, такие требования будут выставляться, и мы будем проводить предолимпийское тестирование. Мы это обязаны делать. Ну что ж, будем надеяться, что наша программа в том числе поможет нашим спортсменам быть более внимательными, будем надеяться, что они что-то узнали для себя новое, и чаша сия минет всех нас и наших спортсменов. Вам спасибо, что пришли и были сегодня с нами. Спасибо. Напоминаю, Денис Мужухин, директор Национального антидопингового агентства.